Алматинец Тимирлан Кадауф, летевший злополучным рейсом из Алматы в Нур-Султан, закрыл своим телом беременную пассажирку. Об этом в социальных сетях рассказали родственники спасшейся женщины. Они поблагодарили молодого человека и пожелали, чтобы о его героическом поступке узнали все казахстанцы. Семья Гулим Акишевой, той самой пассажирке, которой помог Тимирлан, рассказала, что женщина находится на пятом месяце беременности. Молодой человек заслонил Гулим своим телом, а уже после крушения помог ей выбраться из разбившегося самолета, отведя ее на безопасное расстояние. Затем вернулся, чтобы помочь остальным пассажирам. Еще одну историю спасения рассказал Максут Гатияд. Мужчина летел со своей супругой и девятимесячным сыном в Нур-Султан к родителям, чтобы отпраздновать Новый год и в первый раз познакомить отца и мать с внуком. Максут планировал сидеть в начале самолета, но во время регистрации сайт авиакомпании дал сбой. Уже в аэропорту мужчина с семьей получили посадочную фостовую часть, что в последующем и спасло им жизнь. Выбежал стюарт. По нему было видно, что ему страшно, но он выбежал, сказал, не беспокойтесь, все хорошо, все хорошо. И как только это он сказал, мы уже ударились. Я все это время пытался держать. То есть первое время, когда мы вот так подскакивали, я держал жену рядом и сына спереди. Сын, получается, между нами сидел. Можно сказать, что вот пронесло, повезло. Обычно мама кормит сына, чтобы вот уши не заложила. В этот момент он, то есть до взлета он кормился. И именно в тот момент, когда нужно было взлетать нам, он не захотел кормиться, и мы его взяли на колени. Как только мы ударились, я сидел, сжался, вот ребенка держал, вокруг него руки обнял. И единственное, в тот момент, о чем мы думали, то есть ничего на ум не приходит, даже если ты знаешь все инструкции, видел это, проходил через это несколько раз, единственная мысль, это хоть бы ничего не случилось. Пассажиры продолжают делиться историями удивительных стечений обстоятельств, которые повлияли на их спасение. Яркин Утепов по посадочному билету должен был сидеть в середине самолета, но так вышло, что вместе с другим пассажиром мужчина решил пересесть на свободные места, и в конце это и спасло ему жизнь. Уже после Яркин понял, что от того ряда, на котором он должен был лететь, ничего не осталось. Все было как обычно, самолет начал набирать скорость, и потом, если честно, очень плохо, смутно, я вот пытаюсь вспомнить, но было просто понятно по первому удару, что мы терпим крушение, и дальше все было уже, мы просто молились, наклонились, и очень сильно ждали, чтобы этот самолет остановился, потому что его долго куда-то несло, катило, трясло, и очень сильно боялся я лично, что сейчас самолет взорвется в любой момент, потому что его очень сильно несло куда-то. И потом произошел удар, после чего самолет остановился, и поднял глаза, мы уже увидели, что наша часть самолета целая, а впереди было уже такое, как полсамолета уже не было.